Здравствуйте дорогие друзья Сегодня пораньше вышел в эфир Так скажем, потому что пока ехал на работу Собрался сквозь какими мыслями Их с вами поделиться Меня зовут Тарас Юрий Владимирович Я ведущий специалист компании Электром Мы почти 10 лет производим энергосберегающие устройства Которые позволяют экономить при установке на вводе на все помещение В районе 30% Если поставить перед всеми нагрузками в помещении Чем больше смешанных нагрузок и чаще они коммутируют Тем выше экономия Или если у вас счетчик Меркурий 230 и РТ То можно и до 70% экономить В нашем комплекте оборудования на законных основаниях Вот в последних видео я показал вам Насколько, так скажем И логически провел мысль Насколько опасен Электромагнитное облучение Любой провод, по которому бежит ток И даже если он не бежит, а просто подключен к источнику переменного напряжения Вокруг проводов образуются электромагнитные поля И оно естественно воздействует на всех окружающих Кто рядом находится И мало того, достаточно долгое воздействие этого поля на человека, на живые организмы Или если оно сильное поле, но кратковременное воздействие Оно приносит вред организму Ну как минимум вы облысеете просто-напросто Как максимум получите рак Претендент таки есть Вот в Америке, по-моему, человек отсудил У яблочников, по-моему, большую сумму То, что получил рак в голове от частого пользования мобильным телефоном Про Самсунги говорят, что они сильно фонят Ну, я это показывал уже Ну, естественно, провода у нас фонят сильно Вчера я показывал, как вот это помехи от щёточного электродвигателя Выводят из строя наши цифровые коробочки цифрового телевидения эфирного И как от этого воздействия избавиться Избавляемся Я предлагал избавляться вот нашими устройствами Вот этими фильтрующими трансформаторами Автотрансформаторами фильтрующие Они прекрасно фильтруют вот эти помехи сетевые От электродвигателей От искрообразований и так далее И показывал, что Этую эфирную энергию, электромагнитную поле Можно определять вот таким устройством Вот, пожалуйста Вот такая индикаторная отверточка Вот, видите Я ещё ни к чему не подносил Она уже светится Вот убрал, видите Нет в электромагнитном поле Поднёс Вот она Пожалуйста Даже если я выключу Всё равно всё работает Видите, но, конечно, когда я выключил Поле, оно Небольшое То есть действует недалеко Вот от крайнего провода Всё лишь Несколько сантиметров Когда я включаю Вот смотрите, какое расстояние Гигантское От крайнего провода Хотя Прибор не работает Но Электроэнергия В нём содержится Она подключена И мало того Вот обратите внимание Вот У нас зарядник стоит У него провод Выход 5 вольт Светит вот на каком расстоянии Видите И если я просто на него Накину провод Вот от другого зарядника Вот видите От другого зарядника Просто сверху накину провод И пройдусь по этому проводу Вот таким образом Видите Оно всё равно Здесь есть Хотя оно никуда не подключено Видите Я провод просто накинул Это говорит о том Что любой металл Проходящий рядом С проводом По которому Даже не течёт ток А он просто фиксирован Там находится Потому что нагрузка не включена Электромагнитное поле Распространяется По этому источнику Видите Такая петля Вот она Видите Хотя это никуда не подключено Вот А теперь давайте посмотрим Вот наш Фильтрующий трансформатор Он сейчас отключен Я включен в розетку Но не включен автомат Включим автомат И проверим Поле вокруг него Видите Ничего не фонит Ничего не свистит Вот Подводящий провод Только А сама коробка нет И можно определить Фазу Вот Ноль Фаза Ноль Фаза А здесь всё Ничего нету Всё закрыто Всё защищено Никакого излучения Электромагнитного Нету Только В подводящем проводе Это о чём говорит Это говорит Об элементарном Вот видите Я даже просто поставлю Вот так Без всякого участия Всё равно Фонит Провода Сейчас переключу камеру Я Что хочу сказать Вот посмотрите Советские ГОСТы Предусматривали Такой момент Выключу свистелку Такой момент То есть Все электрические провода Прятались В металлические гофры Металлические Не то что Все автоматы Стояли в металлических ящиках Но и все Подводящие провода К розеткам Вводные Были в металлических гофрах И эти гофры Заземлялись То есть Если Гофр Будет не заземлён Он будет Улавливать Электромагнитное поле От провода И распространять его дальше Как бы усилитель Как линейный провод И защиты Никакой не будет Если Эта гофра Заземлить То он будет Улавливать Вот это Электромагнитное поле И направлять его В землю И в помещении Никакого излучения Электромагнитного Не будет Вот как Этот металлический ящик Сейчас ввели Все пластиковые Поэтому Экранов У проводов Вообще Никаких нету Хотя Вот я был На американском канале Где строили дом Я посмотрел Они Прокладывают Вот Деревянный дом Кабелей много Там освещение Вентиляция И так далее Кабелей много Но провода Я даже удивился Обычные сетевые провода Изолированные То есть У них Не металлические гофры Но Металлическая оплетка У обычных сетевых проводов Эти металлические оплетки Заземляются То есть Они уже Защищают Жителей дома От электромагнитного поля Я же не говорю Там они Радон откачиваются Из подвалов И так далее Но От электромагнитного поля Они защищают Потому что деревяшка Она никак вообще Не сдерживает Распространение Электромагнитного поля А здесь Провода Уже заведомо Предохраняют Жителей Дома От электромагнитного поля Нас почему-то Все это похерили И все Прокладывают В пластике Я же не говорю Что Все приборы У нас Все девайсы Просто В пластиковой Изоляции Двойная Тройная То есть С точки зрения Электричества С точки зрения Безопасности Пробои Там И пожарная Безопасность Да Они работают Но с точки зрения Электромагнитной Загрязненности Вообще не работают И вопрос об этом Вообще Никто не поднимает Не знаю Вот когда Все Раком болеть Будут Что ли Или все Облесеют Даже Посмотрите Если показывают Допустим Начальника Лаборатории Какой-нибудь Они все Лысые ходят Или полулысые То есть Вывод Напрашивать Такой Если Кругом Провода Особенно Если Они проложены В металлических Конструкциях Хорошо Если в трубах Будут Проложены Они будут Заземленные А если Они просто В трубах Проложены А трубы Не заземленные То сами Трубы Будут Излучать Электромагнитное Поле Проводов Которые Внутри Проложены Даже Если Рядом Будут Находиться Они будут Все равно Излучать Электромагнитное Поле Поэтому Если Вы в доме Находитесь То прокладывают Все провода К вашим Компьютерам Блокам питания И так далее Под батареи Отоплений Батареи Отопления Они все Заземленные Они все В земле Проходят Они С водой Связаны Поэтому Если Вы проложите Под батарею Отопления То батарея Отопления Будет Электромагнитное Поле Оттягивать На себя И направлять Его в землю И излучение В помещении Будет гораздо Меньше Вот Трехфазные Ну допустим Все провода У нас Заземляющими Контактами Да То есть Два провода Фаза Ноль И Заземление Но оно Очень слабо Снимает Электромагнитное Поле От этих Токоведущих Проводов Сам проверял То есть Фонит Все равно Одинаково Вот Кстати Я вам показал Ящик наш Тоже Имеет Три провода Заземляющие Контакты Содно свистит Содно фонит А вот Если бы он был В оплетке Металлический Вообще Б излучения Никакого У него Свиста Абсолютно Никакого Не было Даже Вот Если поставить Между Индикатором Даже Не между А рядом С индикатором Свистящим От провода Поставить Металлический Лист Он перестанет Свистеть Потому что Металлический Лист Если вы Держите Рукой Вы Являетесь Как Контром Заземления Электромагнитная Боль Будет Оттягиваться На этот Лист И рассеивается В вас И Обратите Внимание Вот еще Такой Момент Раньше Строили Церкви Да Сейчас Строят Церкви По какому Простому Принципу Металлический Крет Ну Были Деревянные Кресты Покрывали Сусальным Золотом Потом Стали делать Металлические Листы Покрывали Сусальным Золотом Купола Покрывали Сусальным Золотом Обратите Внимание Одно Дело Крашеное Крашеное Когда В слое Допустим Металлических Опилок Есть Связующее Синтетическое Вещество И Контакты Соприкосновения Между металлическими Опилками Незначительные А другое дело Сусальное Золото То есть Это Тонкий Лист Сто Процентного Золота Который Прилеплен К металлическим Листу Контакт Сто Процентный И вот Этот Купол Металлический Нависает Над Верующими Внизу То есть Потенциал Сам крест Является Антенной Потенциал Может Грозового Облака Ветра И так далее Как я Говорил Проведите Проведите По волосам И вас Все Запикает Так Вот У меня Пикает Вот Удобно Видите Даже От волос Пикает А там Представляете Прихожане Находятся Внутри Купола Ветром Обдувает Этот купол Грозовые Разряды Естественно Там еще Огни Святого Эльма Бывает На краях Церкви Возникает В сильную Грозу То есть Купол Полностью Заряжен И он Вот этой Параболической Как говорится Антенной Всю энергию Отбрасывает Вниз На прихожан А у прихожан Нательные Крестики Нательные То есть Золотые Крестики На цепочках Лежат На голом Теле Как я говорил Даже если Металлический Провод Или металлический Лист Просто рядом Лежит С вами Или с Токоведущими Какими-то Проводами Он уже На себя Оттягивает А тут Представляете Излучает Купол Вниз На прихожан А на вас Металлические Крестики Металлические Кольца И вы Интенсивно Эту энергию В себя Всасываете А потом Выходите Из церкви И говорите Меня посетила Божественная Благодать Как будто Что-то Снизошло На меня И мне так Хорошо Я почувствовал Бога И так далее А теперь Обратите Обратите Внимание Во что Одеты Служащие Церкви Тоже Священник Во что Одет На нем Одежда Длинная До пола Даже Везется По полу Расшитая Ну Сейчас Не знаю Но раньше Расшивали Золотыми Нитями То есть Он Находится Его одежда Находится В металлической Сетке На нем Шапка С крестом Бывает Или без креста Тоже Расписана Металлической Нитью Таким образом Излучение От купола Проходит На его Одежду Потому что Она расшит Одежда На его теле Только там Хлопчат Бумажная Поддевка Вот эта энергия Проходит через Его металлическую Клетку Фарадея И уходит В землю В пол Пол то каменный И уходит В землю И нашему Священнику Ничего Не делается И они Бывают Доживают До таких Преклонного Возраста Что ни один Прихожанин До этого Возраста Не доживет Вот если бы Он Эту металлическую Сетку Надел На голое Тело Я думаю Он бы И прожил Недолго А он Свою Одежду Прошиту Золотыми Нитями Использовал Как клетку Фарадея Чтобы эта энергия На него Оттянулась От купола И ушла В землю А остальные Прихожие Носит крестики Не продлевает Во-первых 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 В домах Вся проводка Должна быть В металлических Гофрах Если нет Металлических Гофр Она проложена В стене Надо Поверх Этой Поверх Этого места Где проложена Проводка Проклеить Даже металлический Скотч Можно проклеить Пройдете С металлическим Скотчем Но его Обязательно Надо заземлить То есть На третий Контакт Вашей розетки Если его Не заземлите Он будет Наоборот Излучать Ту энергии Которая Проходит в стене Еще больше А вот Если его Заземлите Она будет Уходить В землю Все провода Желательно Делать С экранирующим С экранирующей Оплеткой Можно брать Антенные провода Сейчас они Принцип Никому не нужны Антенные провода Потому что Цифровой телевидник Кабель этих полно А жил там Довольно толстый В середине У нее есть Оплетка Экран Вот такие провода Надо использовать Для запитки Оборудования Тогда Электромагнитное поле Выходить наружу Не будет Но оплетку Обязательно Надо заземлять Можно Конечно Начать Шить Металлическую Одежду То есть Костюмы Костюмы Брюки И так далее Но Эта металлическая Оплетка Не должна Соприкасаться С телом Если Ее соединить Допустим С набойками На ботинках Ну Подковки Раньше Набивали На сапоги На ботинки Набивали Подковки Металлические Если Металлическая Вот эта сетка Одежды Соединяется С этими подковками Тогда Все Электромагнитное Поле В том месте Где бы вы ни Проходили Под проводами Мимо Этими Сотовыми Станциями Столбами То есть Где У нас Весь город Пронизан Этим Электромагнитным Полем То есть Вы одели Металлическую Одежду Одежду В которой Прошита Металлическая Сетка Металлический Провод Тогда Она будет Поглощать Электромагнитное Излучение С окружающего Пространства И Так как Вы идете Или стоите И направлять Его в землю Особенно Это в мокрую Погоду И вы Ничего не Делаете Но Если Вас Коснется Вы коснете Порвется Эта металлическая Сетка Уже на тело Тогда Энергия Будет Направлена В вас Вы Потому что Человек Является Практически Как Заземлитель И вы Будете Источником Поглощения Этой энергии Я не знаю Положительный Фактор Окажется Или отрицательный Не проверишь Не узнаешь Но Как таковое Оно и есть То есть Любая клетка Фарадея Которую Вы будете Носить В виде Одежды Она будет Защищать Вас От внешнего Электромагнитного Поля Но если Вы ее Коснетесь Этой клетки Оно Пойдет В вас Поэтому По большому счету По большому счету На себе На себе Носить Металлические Предметы Вредно Кольца Перстни Украшения Там Крестики Цепочки Серги Металлические Носить нельзя Любой металл На теле Будет Притягивать Электромагнитное Поле От окружающего Особенно Сотовой связи Потому что сотовая связь Это микроволновая связь Чтобы Снять Сделать Из микроволновой Энергии Электрический Ток И напряжение Длина проводника Должна быть Очень короткой Она очень короткая У нас как раз В виде колец Перстней И серег Поэтому Вы ходите Сережками Перстнями И кольцами Собираете Электромагнитный полюс Нашей сотовой связи Или С проводовкой Под которым Проходите Даже троллейбус В котором Вы едете Поэтому Не жалуйте Что у вас потом Болит сердце Болят какие-то органы И так далее Вот в таком плане Друзья мои Надо изолироваться От всего металлического Изолироваться От всего металлического Можно Металлическим Но это металлическое Должно быть Заземленным Поэтому Думайте Или одежду Такую разработать Чтобы можно было Сбрасывать заряды Или просто Не носить Металл на себе Просто-напросто Вот такая Идея моя Так что Заходите на наш сайт Заказывайте Наше оборудование В том числе И фильтрующее Устройство Которое позволяет Ограничить Как раз Электромагнитную Составляющую И по проводам И По эфиру Как говорится Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Заказывайте Наше Энергосберегающее Оборудование Ну и подумайте Над этим вопросом Никто Этот вопрос Электромагнитной Загрязненности По большой Степени Не поднимал А он Очень существенный Вот смотрите Даже металлические крыши Которые все кроют Большинство Я про мягкую кровлю Не говорю Но Большинство Старается Металлические крыши Ставить А ведь Металлические крыши Сравнимо Купола Нашей церкви Оно будет На себя Притягивать Электромагнитное Поле От любого Источника Хоть эфирная Энергия Хоть сотовая Связь Хоть рядом Идущие провода Оно на себя Будет обязательно Притягивать Потенциал Там будет Накапливаться И если вы Крышу Заземлите Вы мало того Что сбросите Потенциал У вас Под крышей Будет идеальная Электромагнитная Стерильность А если вы Не будете Заземлять Крышу То под крышей Вы будете Иметь Идеальный Электромагнитный Реактор Микроволнов То есть Ваша крыша Будет вас Постоянно Облучать Всей той Энергии Которая Находится Выше нее И вы будете Вариться Как в электромагнитной Микроволновке Вот обратите внимание Советские Специалисты Они Все Продумали По этому вопросу И даже Хрущевские дома Железобетонные Они тоже Защищали От электромагнитных Источников Мало того Что там провода Были В металлических Гофрах Но Бетон Это Металлическая Сетка Которая Сваривалась Между собой И потом Она сваривалась И с контром Заземления И трубы Приваривались К этим сеткам Водопроводные То есть Получается Вся сетка В бетонных Домах Была Заземленная Ну Правда Некоторые Халтурили И вот эти Закладные детали Просто втыкали В бетон Не привязывали К сеткам Но Сонок По большому счету Где-то Сетка была Все-таки Заземленной При сварке Поэтому Это была Идеальная Клетка Фарадея От Всех Электромагнитных Источников Будет они С наружной Стороны Как сотовая Связь Будет она Внутри Как у вас Электрические Провода Все это Будет Притягиваться К стенам И уходить В землю И вы В железобетонных Вот этих Хрущевских Домах Проживется Намного Дольше Чем в этих Прозрачных Для электромагнитных Волн Каменных Домах Ну или Сейчас вот Бетонные Эти клетки Делают Там клетку Делают Бетонную А стены Все Пенобетоном Закладывают Или кирпичом А железобетонным По максимуму Охватывают Вот этой Металлической Сеткой И внутри Если Это все Заземленные Будет Идеально Стерильное Электромагнитное Место Вот так В плане Так что Вот так Друзья мои Пишите комментарии Подписывайтесь На канал Спрашивайте Сдавайте вопросы И я Побежал дальше По делам Если вопросов нет Я закругляюсь Ну все Пока Не знаю Чат включен Не включен Может не включен Все Всем пока Не забывайте Заходите в наш канал В описании под видео Есть ссылки Все там есть Пока 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 Пока